привет с вами азбука от семантики парсинг это сопоставление строки естественного языка или языка программирования с какими-то формальными правилами это инструмент работы с строковыми данными приведем пример чтобы было понятно представьте себя радистом на войне вы получаете зашифрованное сообщение и у вас есть какие-то правила дешифровки вы начинаете разгадывать послание согласно этому методу вы смотрите вначале на символ из полученного сообщения а потом на свою таблицу с его значением например цифре один соответствует буква я и таким образом вы сопоставляете все символы и получаете именно то сообщение которое можно предмет которое можно прочитать парсинг работает точно так же есть некоторый шаблон сообщения записанные на формальном языке с ним сравнивается какая-то строка парсинг применяется в программировании в аналитике также может быть полезным в любой области где есть возможность работы со строковыми данными в общем случае парсинг строит шаблон последовательности символов например может использоваться древовидная структура она показывает в какой последовательности в строке встречаются символы может указывать на приоритет если речь идет например о математическом выражении такие структуры нужны для анализа данных парсить можно и интернет ресурсы это делают когда нужно понять какой контент содержится на странице найти на страницах сайта только ту информацию которая нужна вам для анализа это как раз таки задача парсинга скрипт парсинга работает с текстовой информацией он вытягивает нужные данные и представляет их в удобном виде вот например вы владелец интернет-магазина и вы хотите максимально быстро собрать данные о других магазинах ваших конкурентах вас интересует информация например с карточек товаров вы хотите знать как их заполняют конкуренты и что они может быть делают лучше вас вы определяете информация с каких сайтов вам нужно выбирайте программу ну или может быть скрипт с которыми будете парсить текст запускаете программа в одном файле может собрать информацию например название цену на товар категорию и описание и далее вы уже сможете проанализировать это например пришить какую цену установить для своего ассортимента ну или может быть вам нужно поработать с отзывами клиентов это тоже задачка для парсинга сайта собираете нужную информацию в одном месте и читаете что о вашем конкуренте пишут клиенты сбор контента обычно в программу для парсинга загружается код страницы сайта и с ним уже работает специальный скрипт разбивает весь вход на лексимы анализирует какая информация нужна пользователю извлечение информации пользователю не нужна вся информация со страницы вернемся к примеру выше нас интересуют только отзывы клиентов под конкретными товарами ну например под кормом для кошек парсер будет находить в коде страницы то место где указана категория товара корм для кошек в дальнейшем он определяет то место на странице где размещены комментарии и извлекает их в конечный файл то есть только текст и комментариев сохранение результатов когда вся нужная информация извлечена с сайта ее нужно сохранить обычно такие данные оформляют в виде таблиц ну для того чтобы было наглядное представление было удобнее можно вносить записи в базу данных как будет удобнее аналитику защита сайта от парсинга в общем-то любой владелец сайта хочет защитить свой контент кражу любой информации это плохо ваш контент может появиться на другом ресурсе ваша статья может перестать считаться уникальной мы расскажем о нескольких методах как можно предотвратить кражу контента с вашего ресурса ограничение прав доступа это самый простой метод вы можете просто скрыть информацию о структуре сайта сделать так чтобы она была доступна только администратором установка временной задержки между запросами этот метод хорошо работает когда на сервер направляются хаотичные интенсивные запросы они идут от одной машины с разными промежутками вы можете установить временную задержку между запросами поступающими от одной машины создание черного и белого списка это списке пользователей в белом находится добропорядочные пользователи ну а черный список это список для тех людей которые нарушили правила сайта правила поведения на сайте попытались украсть контент и так далее установка периода обновления страниц чтобы снизить эффективность парсинга установите время обновления страниц в файле sitemap . xml вы можете ограничить частоту запросов объем загружаемых данных использование методов защиты от роботов сюда относятся капча подтверждение регистрации на ресурсе то что сможет выполнить человек но не сможет сделать машинам парсинг может использоваться как в общем то во благо так и во вред этот метод помогает проанализировать просто огромные объемы текстовой информации но в то же самое время проанализировать могут и вас украсть контент вытащить конфиденциальную какую-то информацию которая не должна попасть в чужие руки на сегодня все не забывайте что все наши материалы доступны также и в текстовом формате на нашем сайте ссылка находится в комментарии под этим видео с вами была азбука от семантики подписывайтесь обучайтесь обращайтесь